Ну и еще раз здравствуйте и продолжаем наш разговор о том, как начать работать. Начинаем мы работать с оформления социальных сетей. Прежде всего нужно выбрать фотографию на аватар. Фотография должна быть качественная, хорошая, красивая, где вы во всей своей красе, где у вас приветливая улыбка, открытый взгляд и человеку приятно было бы просто на вас смотреть и чтобы именно эта фотография цепляла, останавливала человека, когда он листает ленту и увидит вас. В любом случае это сделать несложно, просто нужно привести себя в порядок и красиво сфотографироваться и выложить эту фотографию на аватар. Фотография должна быть примерно вот так вот, не во весь рост, не где-то там вдалеке. Желательно, чтобы у вас был контрастный фон. Если вы в темной одежде, чтобы фон был светлый. Если вы в светлой одежде, то чтобы фон был теплый, чтобы это не сливалось и гармонично, красиво смотрелось. С аватаром определились. Почему это так важно? Потому что в любом случае, когда человек заходит на страницу, первое, на что он обращает внимание, на аватар. Кто там? Кто вы? И то, что он увидит, понравится ему это или не понравится, от этого уже зависит, будет он дальше смотреть или он уйдет с вашей странички. Поэтому заморочимся немножко. Следующее, куда переводит взгляд человек, если вы ему понравились, это статус. Что вы из себя представляете? Статус нужен для того, чтобы показать человеку именно, чем вы можете быть для него полезным. Что интересного, полезного он может получить на вашей страничке или в вашей группе. В вашем статусе должно отражаться, чем вы отличаетесь от сотен тысяч других таких же там косметологов, диетологов, сетевиков. В принципе, какую-то изюминку свою найдите. Будьте оригинальным, покреативьте. Как пишут вот многие там мамочка в декрете, мамочка двух принцев или двух принцесс. Ну, это ни о чем не говорит, это никому не несет никакой пользы, никакой информации, никому нет дела, что вы мамочка двух, там, трех, четырех принцев и принцесс. Это человеку не интересно. Человеку интересно решить свои проблемы. И если вы, допустим, напишите, ну вот если вы диетолог, что нестандартным методом помогаю похудеть или там привести свой вес в норму или что-то вот такое, а у него есть эта проблема, то, конечно же, это его зацепит. Или, допустим, если вы косметолог, то помогаю сохранить молодость, ну что-то там такое вот покреативить, тоже посмотреть надо. Где-то примеры у меня были, не приготовила сразу же различных статусов. Статус должен быть интересным, но опять-таки он должен быть очень исчерпывающим. Кто вы, что вы предлагаете, чем можете быть полезны и чем вы отличаетесь. И это все должно быть креативно изложено. Вот с этим тоже нужно заморочиться и потрудиться. Это второй важный элемент, который нужно учитывать, когда мы оформляем страницу. Третье. На личной странице есть кликабельное место. Оно не в статусе. Видела, когда ссылочки на реферальную ссылку ставят в статус. Это делать абсолютно бессмысленно, потому что вряд ли кто-то будет копировать, чтобы вставить в браузер, чтобы перейти на эту страницу. Нет. Есть кликабельное место в разделе сайтов, где можно указать сайт. Но опять-таки скажу сразу, что реферальную ссылку ставить смысла нет. Вряд ли кто по ней пойдет, если человек еще не заинтересовался. Вместо сайта можно поставить мультисылку на топ-линк. Есть такой сервис, где его можно назвать мини-лендингом. Там будет ваша фотография, информация о вас, ваши мессенджеры. И можно кучу всяких разных ссылок на какие-то видео интересные. Реферальную ссылочку можно туда же зашить. Красиво это разноцветно оформить. Есть у меня видео отдельно от топ-линк. Если кому-то нужно, я это все выложу в группу. И если человеку стало интересно, кто вы, что вы, чем занимаетесь, нажав на эту ссылку, он получит о вас много информации. Он получит доступ в ваши мессенджеры, чтобы с вами быстрее связаться. Это будет более полезно. И если у вас есть группа, то есть в шапке. Это можно делать и топ-линк установить можно и в инстаграм, и в контакте. В одноклассниках, по-моему, этого нет еще только. Ну, я говорю про инстаграм и контакт больше. Ну, естественно, фейсбук тоже. В контакте еще есть место работы. И частенько люди пишут там действительно, где они работают. Эта информация тоже смысла никакого не несет. В принципе, людям без разницы, где вы там работаете, в Сбербанке или дома, или еще где-то. А вот если в этом месте вы поставите ссылочку название вашей группы, то человек, если у вас есть группа, конечно, то человек, зайдя на вашу страничку, вы ему интересны, он хочет получить о вас больше информации, он смотрит место работы. Ну, допустим, у меня проект «Бизнес по-женски». Он кликает на эту строчку и попадает в мою группу, где он получает море информации, которую я для него приготовила. Это, в принципе, все, что я хотела сказать об оформлении. Более подробное видео, как это делать, можно посмотреть тоже в нашей группе. Оно так и называется «Оформление аккаунта». Если вы смотрите,aden подумать о том, чтоAULT BU' может быть лучше, то, что оно может делать, как сам. Друзья, главное! 대апérêt – она выбрать. Бличто. Затем, он выбирает. Бли вообще. Бли! Бли! Бли!